Вот что пишут в казахстанской правде. Казахстанцы, страдающие редким наследственным заболеванием, мутации гена трансмембранного регулятора, отныне могут рассчитывать на бесплатную медикаментозную помощь. Распоряжением главы Минздрава Елжана Бертанова, необходимый для пациентов данной категории препарат, будет закупаться за счет республиканского бюджета в рамках гарантированной медицинской помощи. Давайте посмотрим, что в других газетах. Вот что пишет Павлодар Ньюс. Да будет свет. В Павлодаре решили улучшить систему уличного освещения, пишет Павлодар Ньюс. Кроме того, в Прииртышье намерены кардинально изменить облик дворовых телек. На сегодняшний день в Павлодаре отремонтировали около 200 дворов. Туда, как пишет издание, завезли речной песок для песочниц и грунт под цветы и кустарники. Вот такие задачи перед своими подчиненными поставил глава Павлодарской области. А в видеоцитате я приведу его слова. Во дворах должно стать светлее, чем на улицах. Необходимо сделать так, чтобы даже в темное время суток люди спокойно выходили во двор. Если надо, проходили до магазина. Но главное, чтобы люди сохранили то, что делается сегодня в рамках благоустройства. Региональная пресса в Восточном Казахстане пестрит криминальными сводками. А вот что пишет местная газета «Рудный Алтай». А ее журналисты сообщают о злоумышленнике, который под видом соцработника похитил у инвалидов и пенсионеров больше 2 миллионов тенге. И журналисты этой газеты советуют жителям Восточно-Казахстанской области все-таки не попадаться на удочку мошенников, а тщательно перепроверять ту информацию, которую им преподносят.